Премьера ко дню Великой Победы. В Малом Драматическом Театре представили новую версию спектакля по роману Фёдора Абрамова «Братья и сёстры». Это история о деревенской жизни в военное время. Подготовка была более чем серьёзной. На неделю труппа из молодых актёров и стажёров театра отправилась в село Веркало Архангельской области. Именно там родился и вырос Абрамов. Татьяна Баженова продолжит. Говори с ним, как с самым большим другом. Одну сцену здесь проходит часами. Братья и сёстры по Абрамову даются артистам МДТ нелегко. Роман о жизни русского села в самое тревожное военное время перечитан труппы театра уже во второй раз. Это новая версия легендарного спектакля Львадодина. Название не меняли. Вот только на сцене совсем другой состав молодых артистов и стажёров. Подготовка к спектаклю была более чем серьёзной. На неделю артисты отправились в село Веркало Архангельской области. Именно там родился и вырос Фёдор Абрамов. Пришлось спешно учиться колоть дрова, спавляться по реке и даже водить хороводы. Артисты-горожане в гостях у стариков-селян. Эта поездка в глухую деревню запомнится надолго. На кадрах любительской съёмки народные пляски и свадебный обряд. В костюм невесты наряжают Елизавету Боярскую. Из этого путешествия они привезли прежде всего человеческие истории. И осознание того, что за пределами мегаполиса течёт совсем другая, неспешная и не всегда весёлая жизнь. Одна встреча с 93-летней в жительнице Веркало особенно запомнилась. Спросил кто-то у неё, ну какие-то праздники были у вас там, ну счастливые моменты. Она говорит, нет, не было, тяжело жили. Вот, и это какое-то очень серьёзное потрясение, потому что 93 года прожил человек. И при том, что, ну она не унывает, не тоскует, не грустит, не плачется, ни на что не жалуется. Братья и сёстры появились в МДТ в 80-х. Недавно состав, который выходил на сцену тысячи раз, праздновал юбилей спектакля. Лев Додин называет эту постановку в своём театре центральной. И создав вторую версию, именно для молодёжи хотел сделать своеобразное боевое крещение. Чтобы они, как старшие коллеги, познали русскую деревню, народ и самих себя. Сказать, что мы не думаем о прошлом спектакле, значит, обмануть себя. Конечно, пытаемся как-то, ну переосмыслить в первую очередь. Не повториться, а переосмыслить тот опыт, который уже есть. Ну и сделать что-то своё, абсолютно своё. Потому что если это будет не своё, то тогда нет смысла. Молодым артистам удалось встретиться со свидетелями печальной реальности из романа Абрамова. Прототипами в книге стали его родственники и соседи. На такой же экспедиции только в 80-х старшее поколение МДТ познакомилось с автором. Фёдор Абрамов сначала идею ставить спектакль не одобрил, но застолья и душевные разговоры сделали своё дело. Для родной Верклы знаменитый народник «Гордость». Он стал редким селянином поствоенной эпохи, получившим высшее образование в Ленинграде и опубликовавшим десятки произведений. Если бы мы всерьёз читали такого большого русского писателя, как Абрамова, который полон любви к родине, к России, и поэтому полон требовательности к себе, к народу и к России, то мы не совершали бы много сегодняшних ошибок и о многом бы вообще не спорили. Спорить, возможно, теперь предстоит зрителю. Перед премьерой молодёжь сильно волнуется, а прошлые исполнители, конечно, грустят. Постановкой, кстати, грандиозно отметят День Победы. Шестичасовой спектакль покажут 9 и 10 мая. Татьяна Баженова, Евгений Чернов и Игорь Шарунов. Телеканал «Санкт-Петербург».